В последнее время правительство озвучивает целый ряд непопулярных мер, связанных якобы с необходимостью наполнения бюджета за счет урезания социальных статей. В первую очередь идет активное обсуждение вопроса о возможности повышения пенсионного возраста для мужчин и для женщин до 65 лет, что по мнению Министерства финансов позволит сэкономить до 2 триллионов рублей. Рассматриваются и уже приняты законы, связанные с проведением капитального ремонта жилья. В результате этой реформы весь капитальный ремонт жилья перекладывается на плечи граждан. Очень серьезно идут вопросы, связанные с постепенным переходом медицины на платную основу и так далее. В соответствии с статьей 55 Конституции Российской Федерации запрещается в Российской Федерации принимать законы, которые бы ухудшали положение граждан. Поэтому, чтобы преодолеть вот эту статью Конституции, в моем понимании можно только одним способом. Если вынести обсуждение этих вопросов на всенародный референдум, и если граждане поддержат решение правительства, то тогда вступает в силу положение статьи Конституции, которые говорят о том, что единственным носителем власти в нашей стране является народ, а высшим проявлением этой власти является референдум. В связи с этим я направил письмо председателю правительства Российской Федерации, лидеру партии «Егиной Россия» господину Медведеву с предложением провести всенародный референдум, в котором бы вынести на этот референдум вопросы, связанные с повышением пенсионного обеспечения. Можно было бы и помимо этого вопроса еще включить вопрос, связанный с сохранением бесплатной медицины в нашей стране, и вопрос, связанный с капитальным ремонтом жилья. Согласны ли граждане о тех условиях, на которых предложило правительство осуществлять этот капитальный ремонт? Думаю, что это была бы самая правильная и самая демократичная форма разрешения этих вопросов. Эти вопросы способны взорвать социально-экономическую ситуацию в стране. Если они будут принудительно, без широкого совета с нашим населением, приняты. Значит, поэтому выход из этой ситуации один – проведение всенародного референдума.